На самом деле все сначала думают, что это целый топор, которым кости рубить, но нет. Это азиатский нож, которым можно очень красиво делать нарезочку из красной рыбы, очень хорошо разделать мясо. И вот сегодня мы попробуем нашинковать капусту, потому что уже, наверное, все сделали заготовочки. Сейчас очень нужно внимательно и бережно относиться к своему здоровью. Квашная капуста, она очень полезная, нужная. И поэтому мы сегодня будем все тут. Я сама, честно говоря, еще ни разу ее не рубила, поэтому вы можете даже руки помыть, попробовать. Потому что ножи надо всегда пробовать, пока они работают. Значит, смотрите, у нас в этой программе декабрьской есть набор овощечисток. Вертикальная и универсальная. У нас любители, да, я говорю всегда, у нас два лагеря. Одни любят зеленую, другие, вот она сейчас в красном варианте. У меня дореволюционная синенькая до сих пор работает, я не знаю, ей больше 10 лет. Как бы мало людей, которые могут и любят обе, да, то есть у нас либо вот эта овощечистка. Хотя изначально в компании как позиционируется, это удобно округлые овощи чистить, да, а это и какие-то вертикальные, такие длинноплодные. И у вот этой горизонтальной, у нее еще есть вот такая сторона за зубринками для того, чтобы легко снимать шкурку, допустим, помидорки, баклажан, перчика, очень легко на самом деле. Вот, ну и у обоих есть вот такие вот, как сказать, детали для того, чтобы глазки выковырить, картошечки, ну, для каких-то вреждений. Вот, поэтому я вам сегодня предлагаю протестировать, а, и у нас еще подложка, замечательная подложка, которая используется не только для теста, да, она для теста шикарная. Мы уже, я не знаю, весь год на ней различную выпечку, различное тесто и пельменное дрожжевое раскатываем. Замечательно себя подложка ведет, потому что не требуется много муки, и она фиксируется очень хорошо на столе. Вот, мы тряпочкой протерли стол и основание подложки, и все, она у вас шикарно на столе держится. Что еще? Очень удобно с подложкой, например, мы сейчас нашинкуем капусту, да, то есть, вот, зацепить ее и куда-то пересыпать уже в узкую баночку или что-то, да. Кто-то тесто перекладывает, раскатали пласт на пиццу, допустим, и можно поднять аккуратно там на противенечко это все переложить. Вот, то есть, возможности подложек много, и ее очень хорошо использовать как вот такое основание, когда вы что-то делаете в вашей заготовке. Ту же вот капусту, да, или вы занимаетесь вот этим летними всякими заготовками, на ней очень хорошо, легко работать. Самое главное, конечно, не повредить ее ножами. Вот, а все остальное она замечательно выдержит. А, температура, да, максимальная температура 40 градусов, здесь все указано. На самой подложке вся инструкция есть, вся информация. У вас у всех, наверное, да, уже есть? Спасибо вам, у всех есть. Так, здесь мы приемы, это очень удобная штука. Штука очень удобная, да, и ей очень легко работать. У нас, на самом деле, часто проходят мастер-классы, на которых дети присутствуют, да, и я люблю вот детям, которые дома даже ни разу в руки не брали какие-то вот такие гаджеты, домашние, кухонные, да, потому что родители боятся, что порежут или еще что-то. А дети, на самом деле, очень легко пользуются, потому что, во-первых, оно не требует практически никаких усилий, да. Абсолютно легкое в использовании. Вот. В чем сейчас выгода? Сейчас две по цене одной. Овощечистки и одной, если вы используете, допустим, горизонтальную, то вы вертикальную можете подарить даже на Новый год, да, каким-то своим знакомым. Вообще можно подарить такой интересный подарок, там, не знаю, яблоко и овощечистку, да, ну, такое вкусное и здоровое. Так, что у нас? У нас три ножа в программе декабря. Нож, как я уже говорила, сантоку, да, он очень легкий на самом деле. В чем особенность? Лютой абсолютно нож, то есть, в принципе, у нас и те ножи, и не было никаких там особых повреждений никогда не встречались, но кто-то любит вот полностью металлический. Пожалуйста, вот это такое-то универсальное широкое лезвие, очень легкие, удобные. Ну, и, соответственно, азиатский, и есть, куда я его делаю уже, нож, который, коробочка, нож, который называется разделочный, да, вот такой небольшой, маленький, тоже удобный, у нас по типу ножа гурмана, который в чехле. Вот, у них у всех есть на кончиках вот такие защиты, то есть, если вы его где-то храните, да, то можно надеть защиту, или, если кто-то вот таким способом, особенно с этим ножом работает, азиатским, то тоже могут, чтобы не повредить поверхность. Ну, на пятки вроде бы было. Защиту на пятки было? Я могла и туда, и туда, они вообще две было, на самом деле, я бы на втором потерял. Вот, и то есть можно как-то вот это тоже использовать, когда вы режете. Так, но, но, я хотела, конечно же, почему, есть где-то, кстати, мы сейчас попробуем, сколько это по весу кочану, то я как раз не взвешивала. Заодно весы, смотрели наши весы, ставим на ровную поверхность, включаем, дальше обнуляем, ставим, так, вот сейчас 0 грамм, так, кому надо показывать, нет? Нет, да, есть. Хотя я уже видео снимала, да, так, ставим чашечку 200, Наташ, можете посмотреть, поскольку вы их приобрели. Значит, 213 грамм вес самой чашечки, вот, нажимаем тары, и мы ее обнуляем, сейчас будет 0, все, вы кладете сюда продукт, и вот, что мне нравится, сейчас я покажу вам, все, капуста, ты кило 200, да, вот, смотрите, я беру капусту, вот, редко какие весы покажут, ровный диаметр, с хорошей памятью, 0,0 грамм, то есть абсолютно тот же вес вернулся. В этом преимущество, да, этих весов, то есть идеально работают, и батарейки, кстати, тоже у меня, вот, точно. Так, ну, что, не хотите, да? Я же не хочешь покромсать. Иди на кровати, да. На квашеную капусту надо не очень тоненько, да, какие-то есть правила, не очень тоненько, но и не широко, да, таким... Ого. Вместе с кочерыжкой? Нет, кочерыжку, нет, я кочерыжку стараюсь не затерпить. А вы завершились, чтобы потом соль провели? А, кстати, да, правильно, ну, если я примерю, да, мы потом взвесим без... О, без кочерыжки-черыжки, да. Потому что я думаю, ну, как-то тоже делаю сами как-то. Он сам режет, господи. Он сам режет, да, прикольно, попробуйте. Так, мамка, давай-нибудь еще сюда мы будем складывать. Смехай. Нет, ну, вот этот азиатский, в принципе, он и для овощей, и для мяса, и для рыбы. А он как раз-таки вот для того, чтобы все вот быстро и тонко... Ай-яй-яй. Да, давайте это... Палец. Вот так как бы... Капуста. Девочки, хотите попробовать порезать? Порезать? Да. Потому что... Девочки, похоже, уже дома наигрались. Так, мы сейчас... У нас еще есть такая вот терочка. Таталь, пойдемте. Я сейчас сейчас... Давай сюда. Терочка. А так ее можно вот так вот? Или лучше вот так? Да все, мы можем сгрозами, только не надо. Вообще, я профессионально вот так вот. Только там надо кочерыжечку убрать. А я буду смотреть. Ага. В смысле убрать. Она потом должна остаться в финале. Единственное, что когда поперек, вот они получаются то самое, больно... Ну да, они там немножко все ровно... Тонкими, да? Да. Разномерно она должна быть. Качанами заплутить просто и все. Вокруг? Да. Так, а у нас терочка, которая работает в двух направлениях. И туда, и обратно. Поэтому колостового хода не будет. Вот такие длинненькие, красивенькие получаются. Что пробуем? Что, что делаешь? Так, Алексей, давайте, наверное, так. Следующим у нас, кстати, на карауле. Да, да. Иди! Иди! Попроши все вот эти... Займитесь. Займитесь. Так, наверное, не принесу. Наверное, не принесу. Шинковок, да? Да, шинковок, да? Да, шинковок, да? Если есть, конечно, наши шинковочки, то это вообще сказка. Ну, вдруг их нет. Нажит в любом случае у нас дома должны быть, да? Да. Так. Я так поняла, что при правильном квашении не должно быть сахара. То есть соль, не должно быть никакой воды, да? То есть соль и, ну, кто-то добавляет, там, кейс с горошком, кто-то добавляет горошечку. Да. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, не вещь, нет. Важная капуста была. Ну, правильно говорите. Рецептов очень много. Ага. И раньше с капусту, по крайней мере, при коммунистах, видишь, никто с белком вторым не квасили. Квасили мешками. Да? Бочками. Бочками. Были специальные шинковки, деревянные, там, три нога. Да, да, да. И там, грубо говоря, капуста, она не такая мелкая. Она там резалась. Ну, вот такие. Нет, она, грубо говоря, сама капуста была, эта самая. Полюсками еще. Ну, полюсками, нет, ну, полюсками-полюсками. Просто, когда там все шинковали, она же не тонкая была. Она как вкусная. К темкопне она там вкусная. Ну, правильно. Потому что там. Заквасилась. Потом ее въемкой, те же самые бочки, там это самые ведра, ну, все в бочке. Она в тепле стояла. В какое-то время. Нет, так ее трамбовали, чтобы эта самая, она сок дала. Да, да. Ну, помню, вот эта толкушка мама заставила чуть-чуть. Где эта самая? Сейчас я уже сам. Руками вот перемешивали с морковью, и все. И ведра там. Да, я веду его перец, когда ее кладут. Ой, она такая вкусная. Да. На второй день она вкусная. Потом она всегда закисает. Уже она. Очень вкусная. Вот, кстати, чем мне нравится подложка, мы не можем даже вот сейчас она все равно перемешивать. Да, у нас хотя есть и миллиардная, сейчас как раз 4,5 литра идеальная. Идеальная программа, небольшую порцию идеальная. А так можно и таким. А пол литра сколько стоит банка? Пол литра. Тамара, посмотрите, а вот у меня как раз да, в том шкафу, все время не сглали. Слушайте, вилочка даже меньше, чем в рук. А, если у нас промывается, то она будет с обработкой. Как вилок был на килограмм. Да, вилок на килограмм. Да, вилок на килограмм. Статализатор? Что там, а сколько стоит? 1274. 1274. А, я тогда 3 литра за эту цену практически покажу. Ну, это да. Но, сейчас выгодно когда? Это каталожная, да, у нас баланс, кстати. А, 4,5. Да, 4,5-2,200. Вот, сейчас выгодно хватить каталог, если вы хотите термочашу. Видели, мы вчера делали в Литвее термочаши в микроволновке. То есть вино, фрукты из микроволновки. Сколько у нас там, я не помню, минут 10, да, Маташа? И шикарный напиток. Ой, такой бодрящий, полезный. Готов. Вот. И чтобы приобрести эту термочашу, нужно, нужно заказ со столовой. Вот как раз баночки или турбо-джуус, да, мы вчера много придумали. Штопор. Что-то у вас прямо пошло, да? Виска с черешечкой. Все, шикарно. Так. Да, все. Так, это мы можем прям здесь быстренько, быстренько. Так. Что там добавляется-то? Соль, да? Соль. Так. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Тесто. Так. Соль. Какие пропорции для соли? Кто помнит? На глаз. На глаз. Да. Так. Да, 215. Соль у нас на килограмм чайная ложка с горькой. Одной горькой. С горькой. О-о-о. То есть, вот это на кулак. Жена. И где-то вот. Она должна быть каменная. Вот так. Как это правильно сказать? И неодированная. И неодированная. Да? Да. Неодированная. То есть, обычная, обычная такая крупная хорошая соль. Все. Это мы мешаем. Она уже очень хорошо работает. Капуста у поздних сортов, да, знаете? А какой сорт? Ну, вот я не разбираюсь в сортах капусты. Я знаю, что она позднее созревание. И она белокочанная, самое главное. Должна быть прям белая. Капусточка. Так. Собственно говоря. Слава. Хорошая капуста для вас соль. Вот да. Но есть сорта. Надо в интернете посмотреть название сортов, которые вот именно. Они же, когда на рынке покупаешь, не каждый скажет, а в магазине там тоже не пишут. Тем более в магазине, да. На всех машинах говорят. Какая-нибудь капуста. Вот на картинке в этом году там был такой рынок небольшой. Слава очень хорошая. Капуста на белокочанной, тоже сочная такая. Слава богу на зиму. Так. Вот чем мне нравятся все наши изделия. В принципе, можно было и в универсале, да. Делать и в двухлитровом, и в литровом, да. Смотря какой у вас объем вам нужен. Это у нас баночка полтора литра. И для любого, хоть в кувшине можно делать. И для любого нашего, для любой такой елкости очень хорошо использовать пряс дюпере. Потому что в любом случае надо ее утромбовывать, да. То есть руками. Но если вы не хотите это делать руками, то шикарно подойдет вот именно наш пресс. Для пюре. Так. И мне нужно будет перец горошком. Наверное, лову может чуть-чуть не помешать, да. Тоже можно ее куда-нибудь сейчас заткнем. Так. И перец горошком. Перец горошком, наверное, я возьму у себя отсюда. Так. Сколько там перчика? Так. Все равно. То, что у нас любили. То, пострее. Так. И закладываем. Опять же можно, если у вас большой мельян вы перекладываете, да. и колосить в мельянчик, тоже можно мельяны использовать для этого, то прямо можно с подложки поднять подложку и переложить в мельянчик. так. Так. Что-то хорошо, что горошка широкая. Да. Вот чем мне нравятся наши банки, да, не надо никаких там воронок придумывать. Так что руки уже все в соли, ими еще, если что-то трамбовать, то это... так. А пресс прям шикарно. Тут прям... Полтора литра получается, да? Да. Полтора литра жар. Да. Баночка полтора литровая. Вот где-то кача у нас был. Килограмм с небольшим, с морковочкой. Сок уже вот до верха. Отошел. Красава. Тоже на твои яички как-то пожалела эту баночку. Как это? Как это же баночки? Надо в эту полу солить. У нас сейчас самый вход и пойдет в баночки. Да. Еле опять соли. Еле опять соли. Еле опять соли. Еле опять соли. Приду, сделаю. Мы просто на эту неделю заказывали в банке. Я как раз вспомнила, что бы мне самой не воспользоваться. Вот уже сок прям, видите? Вот он наверху уже. Схоже был еще, конечно, чуть-чуть, но... А чем потом прокалывать? А? Прокалывать? Ой, да, вон ложкой какой-нибудь. Ну, ложкой. Наверное, вот маленьким. А, разной стороной. Потом апельсин... А, видите? Моей с тенком, да? Да. А маринад я не делаю. Оно и так замечательно сквасится. Это какой-то вот... В общем, именно для блашной капусты такой вот способ. Значит, на килограмм столовой ложек? А то я... Не больше. Больше не надо. Вообще, некоторые делают на три килограмма столовой. Ну, это мало, мне кажется. А это вот... На три килограмма. Да. А я попробую. Не надо, это слишком много соли.